Я Ессим Гаутама Будда. Я пришёл этим днём для того, чтобы ещё раз поговорить о главном. О том, что происходит на планете Земля, и о том, что ожидает планету. Мы говорили много раз о том, что вибрации планеты повышаются. Повышение вибраций является необходимым процессом, и этот процесс запланирован в самых высших органах управления этой Вселенной. К сожалению, кажущееся хорошее событие, связанное с повышением вибраций, для обычных рядовых человеческих индивидуумов, находящихся в воплощении, не является очень комфортным и радостным событием. Повышение вибрационного фона отражается на всех ваших телах. Ваше физическое тело и более тонкие тела попадают в несвойственную им область вибраций. Тогда, когда вы находитесь в своих присущих вам вибрациях, вы испытываете состояние комфорта. Тогда, когда вы попадаете на несвойственный вам уровень, вы начинаете испытывать дискомфорт. Это может проявляться как болезнь вашего физического тела или различные некачественные психические состояния, чувство страха, агрессии, подавленности, нежелания жить. Некачественные состояния сознания могут приводить к массовым волнениям и к техногенным катастрофам различной степени. Потому что ваша технократическая цивилизация слишком опирается на различную технику, которая требует качественной работоспособности от работников, ее обслуживающих. Поэтому сейчас вся планета, особенно те ее области, где существует высокоразвитая цивилизация, входит в зону повышенного риска. Некачественные состояния человеческого сознания приводят не только к техногенным, но и к природным катаклизмам. Вы знаете, что за последние сто лет в несколько раз возросло количество различных стихийных бедствий, извержений вулканов, землетрясений, цунами. и это следствие напряжения на астральном плане, вызванного вашим состоянием сознания. Поэтому мы приходим раз за разом и даем рецепты и предупреждаем о правилах техники безопасности, которые следует соблюдать, чтобы жизнь на планете Земля продолжилась. Мы просим вас ограничить влияние массового сознания на вас и ваших детей. Это касается ограничения просмотра телевизионных передач, прослушивания радиопередач, прослушивания некачественной музыки. Мы также просим вас ограничить употребление мясной пищи, не употреблять алкоголь, наркотики, никотин, не играть в компьютерные игры агрессивного содержания. Это очень простые требования. И я объясню, почему необходимо их выполнять. Все перечисленные мной вещи способствуют занижению ваших вибраций. И, следовательно, вы вынуждены диссонировать с общим вибрационным фоном Земли, который повышается год за годом. Поэтому, если в прежние времена вы могли делать все эти вещи, сейчас они для вас становятся опасными. И с каждым годом все опаснее и опаснее. Многие пытаются войти в комфортное состояние, усиливая дозу алкоголя или никотина, применяя новые виды так называемой музыки. Однако вы все глубже и глубже загоняете себя в отрицательное состояние сознания. Мы предлагаем вам простые рецепты. Мы предлагаем вам использовать все доступные вам средства, чтобы удерживать ваше сознание на как можно более высоком уровне. тогда вы совпадаете по вибрациям с вибрационным фоном планеты и способны удержаться на эволюционном пути развития. К сожалению, большие города являясь сосредоточением массового сознания не способны выдержать темпов, какими идет повышение уровня вибраций планеты. Проживание в крупных городах со временем станет очень опасным. И мы в своих посланиях также говорили вам о необходимости жить в гармонии с природой. Пройдет еще несколько лет и вы будете отыскивать эти наши диктовки как бабушкины рецепты новогоднего пирога и пытаться следовать тому, о чем мы вас просим. Однако, точно так же, как в продаже уже нет тех продуктов, из которых бабушка делала тот пирог, вкус которого вам запомнился с детства, точно так же и эти наши рецепты могут уже быть бесполезны через несколько лет. Точно так же, как продукты в магазинах называются по-прежнему, но не являются таковыми, а являются искусственными суррогатами, точно так же и духовная пища, которую вам предлагают ваши средства массовой информации, не является таковой, а является суррогатами, которые вы поглощаете по привычке, но не испытываете удовлетворения. Существующая цивилизация зашла в тупик, и единственный выход из этого тупика поднять голову и устремиться вверх к Богу. Вы должны осознанно сделать выбор и решить, что в вашей жизни является главным. Вы со всеми вашими плотскими желаниями или Богу. Ваш ответ на этот вопрос вам нужно постараться сделать до конца этого года. мы даем наше послание в надежде на то, что хотя бы несколько сотен или десятков человек способны будут пробудиться от иллюзии окружающего мира и разбудить остальных. Битва идет за каждую душу и каждый из вас, кто читает наши послания, дорог нам. Для вас мы готовы сделать многое, но вы должны сделать первый шаг и попросить нас о помощи. только тогда, когда вы осознаете, что вы идете неверной дорогой и попросите нас о помощи, мы пришлем проводника, который выведет вас на светлый путь. До тех пор, пока вы сомневаетесь и думаете, что мы просто рассказываем вам страшные сказки, мы не можем оказать вам ту помощь, в которой вы действительно нуждаетесь. я есиму Гаутама Бунда сомневает. сомневаетесь, что вы не видите, Продолжение следует...